В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Александра Дементьева. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы подводим итоги дня. Высший антикоррупционный суд отправил на два месяца в СИЗО депутата Одесского городского совета Марину Лазовенко. Она может выйти на свободу под залог в полтора миллиона гривен. Лазовенко подозревают в растрате средств при ремонте Соборной площади в Николаеве. Следствие оценивает ущерб бюджету почти в 27 миллионов гривен. Всего в деле НАБУ фигурирует 8 человек. Среди них заместитель мэра Николаева и замдиректора департамента ЖКХ. Во время заседания прокурор в качестве доказательств предоставила переписки между Лазовенко и другими вероятными участниками схемы. Сообщения в переписке также свидетельствуют о том, что фигуранты схемы догадывались о проведении досудебного расследования, поскольку обсуждали, какие сообщения удалять. Они фактически заработали невеликий процент суд на перепродаж граниту. То есть они заработали деньги, как они считают, за законную деятельность, а основные деньги от совершения злочину поддерживали Лазовенко и, как они называют, Миколаев. В связи с этим они означают, что пускай Марина разбирается с этими вопросами, они там неплохо понимали. Кноплю на 7,5 миллионов гривен посеяли одесские аграрии в трех селах области – Орловке, Долинском и Котловине. Правда, все посадки полиция обнаружила после осмотра семи дворов. Наркодельцы спрятали марихуану среди кукурузы. Всего 450 кустов. Изъяли у них и уже готовую сушеную продукцию. А еще нашли незарегистрированный пистолет-сталкер, шесть патронов травматического действия, калибра 9 миллиметров и холодное оружие. Имущество Маюжной исправительной колонии номер 51. Наконец, заинтересовались инвесторы. Их в первую очередь интересует территория для строительства. Напомню, до этого участок трижды пытались выставить на аукцион со стартовой ценой более чем 223 миллиона гривен. Сейчас цену не могут снизить вдвое, так как действует запрет в связи с принятием закона о большой приватизации. Есть несколько вопросов, которые подходят к нам от двоих или трех потенциальных покупателей. Запись про документацию или экскурсию. Есть возможность у потенциального покупателя видеть колонию, посмотреть, как она выглядит. Как она выглядит и так далее. За последние месяцы одна одесская девелоперская компания, великая, деколька иноземных компаний. 70% средств, вырученных с продажи колонии, планируют использовать для строительства новых учреждений исправительной системы. Сейчас продолжаются мероприятия по расчистке территории. Жители двора на Атамана Головатова 65 в отчаянии. Во время потопа 22 июля у них пострадали квартиры и имущество. Большая часть бытовой техники пришла в негодность. Стены почернели, а местами в них появились щели. Местные уверены, чтобы ликвидировать последствия такого ливня, обещанных городом сумм точно не хватит. Как выживают люди, смотрите в следующем сюжете. Проходите в детстве. Меня больше всего волнует моя детская. Я себе то сделаю комнату. Мне ребенка некуда в школу отправлять, ниоткуда. Вот это все, что осталось после ремонта с этой комнатой. Нам приходит комиссия и говорит, а вы знаете, на Суворовский район 2 миллиона, вы получите по тысяч 10. Скажите, что я за 10 тысяч куплю? Стиральную машинку, 9 килограмм порошка, это все, что я куплю, это вся помощь от государства мне? Извините. 22 июля квартиру Оксаны полностью затопило, как и другие помещения на первом этаже дома на Атамана Головатова, 65. Женщина рассказывает, в ту злополучную ночь ее 8-летняя дочь проснулась от того, что детскую комнату залила по грудь. Вода заполняла помещение буквально за несколько минут. Оксана говорит, ее дочь до сих пор боится дождей. Этот какой шум стоял, потому что вода заходила с улицы и с окна. Я ее пока вынес, я пришла, вот так была воды, когда я ее взяла, когда выносила, мне вот так была вода, я ее через окна передавала. И это была ночь, это был крик, это, во-первых, потушили свет, чтобы понимали, появился линолеум, мы спотыкались об этот линолеум, чтобы выйти отсюда. То, что пережил мой ребенок, я вам передать не могу, она по сегодняшний день боится дождя. Опять пошел дождь, она вот так зажалась, говорит, мама, я боюсь дождя, она опять затопит. Примерно такой же ужас происходил той ночью и в других квартирах. Испорченная мебель, почерневшие и потрескавшиеся стены, вышедшие из строя электроприборы. На какие средства восстанавливать имущество люди не знают. Та ночь превратила их в спокойную жизнь, в выживание в нечеловеческих условиях. Елена говорит, последнее время держится лишь благодаря поддержке волонтеров. Я еще не спала, тут с дверей начала вода течь. Тут уже и одеяло, и пошло опять. И вот она начала наполняться. Где-то полчетвертого уже все, хата наполнена. Просто отсюда мы еле выходили. А потом вот так, во дворе вот так было. Потому что выходили, вода не сходила. Бытовую технику, мебель, стены, подушки, матрасы. Ну, конечно, все. И компьютер ребенка затопило, потому что и ковры. Ну, все. Просто в этот раз, конечно, очень сильно было, очень много воды было. И, конечно, мы остались как бы без ничего. На поддержку городской власти люди хоть и надеются, но уже устали ее ждать. Им регулярно обещают финансовую помощь. Но пока не предоставили. Почему нас не слышит мэр, я не могу понять. Почему он считает, что это просто было стихийное убийство, пошел дождь. И такого безразличия, как в этом году, мы от мэра просто не ожидали. Депутат горсовета от этого округа говорит, делает все возможное, чтобы пострадавшим оказали помощь как можно скорее. Однако пока все тщетно. Это мой округ, он пострадал больше всего. Мы ежедневно пишем запросы, ведем какие-то переговоры с чиновниками, с властью нашей, чтобы помогать людям. Этим мы занимаемся ежедневно. Чтобы дети пострадавших не жили в нечеловеческих условиях, волонтеры отправили их в санатории. Некоторые малыши временно находятся у родственников. Люди понимают, восстанавливать жилье нужно срочно. Но на какие средства, не знают. Евгений Мегле, Денис Ларко, Надежда Бондаренко, 7 канал. 12 августа празднуется Международный день слонов. Целью этого проведения является распространение информации о необходимости защиты и сохранение популяции африканских и индийских слонов. По этому случаю мы посетили одесский зоопарк и узнали, как живет слониха Венди, которая в сентябре исполнится 42 года. Венди попала в Одессу в 1982 году вместе со слоном Таруном и успела трижды стать мамой. Но в 2008 году Тарун умер. И с тех пор слониха живет в зоопарке одна. Как и люди, эти гиганты нуждаются в общении. Поэтому уже долгое время продолжаются разговоры о том, чтобы привезти еще одного слона. Когда мы проведем реконструкцию слоновника, то у нас есть шанс получить из Европы слона. В такой старый, некрасивый и устаревший морально-физический слоновник никто слона не даст. Поэтому мы будем строить в рамках реконструкции зоопарка. Уже по меркам Европейской ассоциации зоопарка, по стандартам ИАЗа мы хотим построить новый слоновник. Слониха ест много. В день примерно 120 килограммов пищи, а также употребляет большое количество воды. Зимует Венди в специальной квартире. В наших климатических условиях туда она отправляется где-то в конце ноября. В жару слониха делает себе грязевые ванны, тем самым сбивает насекомых. Также есть вода для купания. Характер, хотелось бы сказать, нордический, но на самом деле Венди сейчас стала немножко поспокойнее с возрастом. А раньше была она такая дама, очень такая капризная. И, в общем-то, ее особенно обуздать мог только вторым. За последние две недели в Одесском зоопарке на свет появилось несколько детенышей. Три дня назад родился китайский мунджак. Потом венгерский степной скот, а две недели назад было пополнение у европейской лани. Елизавета Медько, Евгений Меглей, Седьмой канал. И таки мы видели этот день корреспонденты Седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш Седьмой канал.